Всем привет! Вот и подошла наша история с кладом в завершающие друзья фазе. Мы сегодня едем встречаться с работником музея. Поедем поговорим, он нам расскажет, что это за находки и какая будет их дальнейшая судьба. Вот конечно же в этой истории надо отдать очень большое, очень большое спасибо Сереге, нашему профессору, потому что только из-за Ивонной бдительности я узнал, что остальные куски, которые я уже хотел их выкидывать, они оказались тоже с бронзового века. Так что, Серега, огромное тебе спасибо. На Ивонный канал ссылка будет в описании. Заходите и тоже человек копает, у него есть интересные разные находки. А мы сейчас поедем в музей, установим там камеру, ну и конечно же друзья, все вам покажем, что и как. Так, ну я уже приехал, тут ждем, ждем организатора копа. Немного волнуюсь, но ничего, справимся, я думаю, по ходу дела, короче, адаптируемся. Надеюсь, что там будет человек, сотрудник музея, тоже дружелюбный. Вот такие вот здания, уходите, я только что приехала, так что буду держать вас по максимуму в курсе дела. Ну и все, да, друзья, зашли мы туда, я сразу спросил, можно ли видео снимать с этого всего процесса, они сказали нет, нельзя, потому что информация очень приватная. Сразу она села за стол, достала правильные бумаги, все начало заполнять, взяла мои все данные, находки очень культурно, все запаковали, сделали небольшое такое описание, взяли адрес где-то, все, именно координаты где-то все было найдено, сказали, что мне будут слать имейлы, то есть официальные, что это подтверждено и сказала очень большое спасибо за то, что я их принес, потому что в наших краях, именно вот в окрестностях вот этого середины Англии, вот такие находки, они очень редкие, она их датировала поздним бронзовым веком, это как она, чтобы правильно мне сказать, это по-моему 150 лет до нашей эры, то есть представьте. вот сказала, что вот эти все три куски от разных, от разных топоров, вот очень-очень ее внимание сосредоточило на вот этой штуке, от меча, вот именно вот этой штучке, сейчас я фотки приложу, чтобы вы тоже вспомнили, что это такое, вот и согласился я, то что эти находки пойдут как бы на благотворительность в музее, и она говорит, очень большое спасибо тебе за это, вот, и говорит, тебе дадут с музея сертификат, что ты их сдал туда, ну и вот, а мне радостно за это, потому что, потому что, ну они мне дома, зачем они мне нужны дома, да, они просто будут лежать на полке, я покажу вот этот поломанный кусок кому-нибудь, скажу, ну вот это бронзовый век, скажут, а, ну, да, хорошо, бронзовый век, ну и все, вот, вот, а так они будут в музее, с конкретным описанием, с моим, по-моему, тоже именем будет, что я его нашел, вот, ну, пока что вот такие дела будем, если еще что-то, вот какая-то информация по вот этой теме всплывет, я, конечно же, еще сделаю отдельное на это видео, вот, и далее вот такую вот официальную бумагу, видите, вот тут вот официальный, короче, штамп идет, вот он, что, вот, все тут зарегистрировано, вот, вот такая вот, короче, бумага была, и все, по-моему, ребята, вот такая вот история у нас получилась с складом, я очень рад, что она дошла до музея, до правильных людей, потому что мы говорили, что много есть на всяких торговых площадках вот такие вот разные предметы целые, и много таких вот целых предметов тоже есть, вот, люди их просто продают, вот, чтобы заработать там несколько сотен этих вот фунтов, да, но я считаю, что лучше такие находки пусть будет народным достоянием, чем у кого-то, короче, на полке пылиться и лежать в приватной какой-то коллекции, это все-таки не какие-то монеты, вот эти находки, на мой взгляд, они, они дал, это 100% они должны быть в музее, ну, сто пудо, потому что это до нашей эры, вы представляете, это должно быть на публичном обозрении, а не у кого-то просто вот так дома лежать, и кого-то там, каких-то друзей пришли, о, смотри, у меня там бронзовые топоры есть, вот так, ладно, ребята, я был со своей дочкой, дочка начинает плакать, ну и все, ребята, вы были на канале Кладоискательство в Англии, всем хороших находок, пока!